Улица Приорова, дом 38А. Камера фиксирует, как молодой человек заходит в подъезд. Спустя несколько минут местные жители услышали хлопки. На лестничной площадке возле лифта услышал два громких удара. Ну, таких похожих, как на сильный удар с ноги по двери металлической. Ну, я так подумал. Одновременно был визг женский, такой душераздирающий. В этот самый момент к дому подъехали сразу несколько полицейских нарядов. Из квартиры на седьмом этаже снова послышалась стрельба. Уже с улицы я слышал еще выстрелы. Сколько всего выстрелов слышали? Ну, не меньше пяти было. В квартире правоохранители увидели страшную картину. В прихожей с простреленной головой лежала девушка. В комнате еще три трупа. Женщина, четырехлетний ребенок и молодой человек. Тот самый, который вошел в подъезд. Спустя несколько минут после случившегося квартиру, где произошла трагедия, прибыли сотрудники следственного комитета. Сейчас доступ туда пока закрыт. В присутствии понятых происходит осмотр места происшествия тела четверых погибших, пока находятся внутри. Стрелком оказался пришедший в гости молодой человек. Он хотел помириться с 23-летней Елизаветой. Девушка была в квартире со своей матерью. И в этот день у них гостил четырехлетний племянник Лизы. Наладить отношения не получилось. И тогда молодой человек решил покончить со всем и сразу. По данным следствия, днем 18 июня в квартире жилого дома, расположенного по улице Приорова в городе Москве, обнаружены тела двух женщин, мужчины, а также малолетнего ребенка с огнестрельными ранениями. В настоящее время следователи и криминалисты устанавливают полную картину произошедшего. По некоторым данным, от безответной любви и ревности стрелок страдал с марта. Именно тогда Лиза решила расстаться с парнем. Неоднократно соседи становились свидетелями того, как молодой человек пытался вернуть девушку. Люблю! Предстаюсь, вел себя очень плохо! Все равно люблю! Но пылкому влюбленному Лиза постоянно отвечала отказом. Очередное перемирие молодой человек решил заключить с ружьем в руках. Это обвал вообще всех ценностей каких-либо. И человек перестал за собой следить, ценить жизнь близкого. Человек в оранжевой футболке – отчим Лизы. Потеряв в один момент всю семью, мужчина в глубоком шоке. И пока не готов общаться даже со следователями. Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство двух и более лиц». Максим Ларин, Владислав Широков, Петровка, 38.